То Бог ель, яко Бог наш. ПЕСНЯ Велику і знамену дату православні християні відзначають 28 липня – тисячоліття святого рівноапостольного великого князя Володимира, хрестителя Русі. ПЕСНЯ 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 Мало с кем можно оценить. Если говорить о его личности, лучше всех сказал преподобный Нестор Литописец. Он сказал, что такого человека не существовало, как он на Руси. И человека, который сделал больше для Киевской Руси и для нас не существовало. Именно поэтому он как назван даже в истории Владимир Красносолнышко. Потому что исчезла темная эра язычества, коей и он был представителем части. И воссияло солнце Христа, солнце православия. Здесь надо также сказать очень серьезно, что, наверное, мы обязаны культуре нашей, нашей экономике, нашей архитектуре, нашей духовности, нашей религии, нашим моральным ценностям, нашей семье обязаны именно православию. До этого был темный мрак язычества. Тому очень-очень много подтверждений. Потому что мы знаем, что наши древние предки не имели во многом семьи, было очень много блуда, было очень много убийств и приносились кровавые жертвы для умилостивления, так сказать, языческих истуканов. И поэтому нужно сказать, что это было все очень-очень непросто. Византийцы нас боялись, наших предков. То есть они почитали их очень кровожадными, очень яростными варварами, язычниками, не лучше монгола-татар. И это действительно было так. То есть очень многие факты свидетельствуют именно об этом. Поэтому то, что мы имеем довольно могучую, развитую древнюю цивилизацию на сегодняшний день, это все благодаря принятию христианства. Когда вот эта благодать Святого Духа посредством князя Владимира, его державной, его человеческой воли, она сошла на наш народ, сочетала его со Христом. И уже дикий язычник, он стал, наш народ, он стал верующим, действительно очень хорошим, преданным Христу народом, богобоязненным, в котором появился многие-многие сонмы святых, и которые продолжают появляться и по сей день. Поэтому, дорогие братья и сестры, тому пример, конечно, жизнь самого князя Владимира, потому что она была довольно непростая. Ее условно можно тоже поделить на две половины. Он был довольно, скажем так, тяжелым язычником, сыном своего времени, герой нашего времени, с хатерлеровскими строками. То есть он был, скажем, вторым сыном Святослава, он в удел получил Новгород, он стоял вначале на очень жестких языческих позициях, очень жестких. Вот, а его брат Ярополк, который в это время княжил в Киеве, он, наоборот, покровительствовал христианам. По одной из версий, он был тоже тайным христианином. И вот Владимир замышляет против него поход, убивает своего брата, скажем так. То есть он был довольно кровожадным человеком в начале своего пути становления. Мы знаем, что он, как бы, тоже был очень сластолюбивым человеком, потому что много времени проводил в пирах, у него было много жен, 12 жен было, много, как бы, было, скажем так, наложниц. Он был довольно кровожадным человеком и очень, как бы, первым делом, что он сделал, он поставил и принес жертву языческим поганским богам в Киеве. Поэтому, конечно, это был человек очень мрачной, такой буйной, яростной, кипящей натуры, ну, очень, как бы, грешной. Ну, он, скажем так, нельзя сказать, что он, как бы, был каким-то выделявшимся. Тогда очень многие люди так жили, очень многие такие были. То есть то, что из черепа Святослава сделали кубок половцы, это было в порядке вещей. Мы должны понять, это были совершенно другие люди. Но ценность человеческой жизни начала появляться только с принятием в христианство. До этого такой ценности человеческой жизни она не представляла. Поэтому князь Владимир, конечно, из череды остальных не выделялся, ну, скажем так. Но он был действительно ценой своего времени. Но, очевидно, молитвы бабушки его, святого апостола Великой Книги Ольги, они, скажем так, не применули о себе знать. Потому что вот этот мрачный язычник, которого интересовали только деньги, власть и наслаждение, он из-под воль постепенно начинает задумываться о смысле жизни. Он начинает понимать, что где-то что-то он делает не так. Вот это вот осознание души, такое богоискательство, богоискательство, оно в нем, очевидно, присутствовало всегда. Потому что мы знаем, что в одно время что он делает? Он отправляет послов в Константинополь, где они заходят в храм Святой Софии, и когда возвращаются, говорят, мы не знаем, дорогой князь, где мы были, на земле или на небе. Ну, понимаете, что такое для дремучего язычника, жившего в лесах, жившего в биваках на походах, видевшего кровь, бесчестие, грязь, войти вдруг в собор Святой Софии, который в тот момент был красивейшим храмом на земле. Понимаете, ну, конечно, они были поражены. И то, что мы видим, что Святой Князь Владимир, он призывает к себе, такая происходит полемика религиозная, да, призывает к себе раввина, призывает к себе и хазарского каганата, призывает к себе латинского священника католического, призывает к себе православного священника, и между ними начинается диспут. То есть он выбирает веру, выбирает веру, скажем так, и он ищет, где Бог, где Бог. И он, наконец-то, понимает, что Бог находится именно в православии. Так вот ему было открыто, скажем так. И поэтому, ну, так как он был державным мужем, то он уже ищет путь, как это, скажем, православие получить. То есть мы здесь тоже должны понять, что это, ну, должно было быть не просто для Константинополя, который был светом мира тогда, в то время, Византийская империя, православная, могущественная. Мы были дикими варварами. Поэтому князь Владимир ищет вот этого союза с Константинополем, союза духовного и союза, скажем, политического. И ему предоставляется такая возможность. То есть ему предоставляется такая возможность, потому что князь Константин Болгарабоец, и не князь, а император, в то время, как бы, он, у него было очень шаткое государственное положение, потому что его воевода подняла на него мятеж, варда фока. Я понял на него мятеж, и поэтому, как бы, он понял, что он не справится со своими силами, император, и он призвал князя Владимира, чтобы выделил ему военную помощь для того, чтобы подавить мятеж. Князь Владимир выделяет эту военную помощь, мятеж подавляется, и, как бы, император становится ему должен, да, то есть обязан, и тут князь Владимир делает шаг, который до него никто бы не делал, и я думаю, что императоры были очень-очень этому, как бы, удивлены. Он просит руки их сестры, принцессы Анны, и они, конечно, не соглашались очень долго, потому что, с одной стороны, они должны были, с другой стороны, принцесса Анна считала, что уйти туда, в Киевскую Русь, туда, это то же самое, что умереть, ну, к этим варварам, язычникам и так дальше, и так дальше. То есть, и они-то хитро поступили, направили письмо князю Владимиру и сказали, что, как бы, ты не крещён, по нашим канонам ты не можешь жениться, обвенчаться с нашей, как бы, сестрой, потому что ты не крещённый человек. А Владимир, соответственно, говорит, я готов креститься. Понимаете, то есть, он уже был действительно готов креститься, готов принять православную веру. И тогда, как бы, император, они всё-таки очень сомневались, не хотели отдавать сестрову Владимиру. Но Владимир, как настоящий язычник, делает решительный шаг, и он подступает к Херсонесу, но Херсонес — территория современного Севастополя, древнегреческий город Херсонес, территория Византии, и окружает Херсонес, и готовится его завоевать, ну, скажем так, устраивает политический шантаж, да, говоря таким языком, скажем, нашим сейчас, ну, современным. И тогда уже, как бы, скажем, Византийские императоры, они вынуждены были отдавать сестру ему, и с великим плачем, как бы, она покидает, и Анна покидает, вот, скажем так, Константинополь, приезжает к нему, Владимир крестится в Херсонесе, есть даже там сейчас купель, в которой крестился, который на пустыне, князь Владимир, и перед крещением у него наступает ослепление физическое, и когда он крестился, то ослепление прошло, как апостола Павла. И нужно здесь очень серьезно сказать, что, как бы, когда он крестился, ну, в купель вошел один человек, а вышел совершенно другой, это был совершенно другой человек, это, ну, надо понять, это в характере князя Владимира очень важно понять, это был совершенно уже другой человек, то есть, когда уже, и он был кровожадный, яростный язычник до этого, а после этого он готов был, хотел выпустить всех преступников на волю из тюрем, такой у него был жест, хотел всех преступников выпустить на волю из тюрем, потому что митрополит приходил и упрашивал, чтобы он их не выпускал, потому что они же могут насилие учинять и так дальше, и так дальше. То есть это был очень добрый, очень мягкий, очень преданный вере человек. То есть такое изменение в нем произошло. Вместе с принцессой приехал митрополит Михаил, святитель, он тоже святой, даже в Киеве есть храм святителя митрополита, первого митрополита киевского Михаила. И он привозит с собой клир священников, и таким образом образуется Первая Церковь. И вот в 988 году они как бы венчаются со цариной Анной, и в 988 году происходит крещение Руси. То есть когда он дает киевлянам распоряжение князь зайти в реки Почайну и Днепр и принять крещение от греческих священников. Многие говорят, что это насильственный был акт. Это не так. Это не так, почему? Потому что, во-первых, православие было уже довольно давно на территории Киевской Руси. Уже очень многие русичи, очень многие варяги, они сами по себе были православными. Аскольды Дир были христианами. То есть как бы говорили, что князь Ярополк был христианином, то есть князь, старший брат Владимира. Старая апостола веки к ней, Ольга была христианами. Уже в Киеве христианкой было довольно много христианских церквей, монастырей, скажем так, и так дальше, и так дальше. То есть это не было нечто неизвестное народу, ну это надо понять. То есть и они уже как бы видели, скажем так, красоту православия в сравнении с язычеством. Они имели, что сравнить, то есть как бы оно уже было внедрено. Это уже как бы шаг этот, который произошел, фактическое крещение, это уже было, скажем так, закреплением пройденного материала. То есть так разобраться. И второе, то есть надо сказать, что говорили, что там язычество много восставало. Язычество не могло много восставать, потому что религия древних славян, она не была культовой религией, такой как церемониально-иерархической культовой религия, какой была религия, скажем, древнего Рима или древней Греции. То есть жрецов не было фактически, каких-то определенных устойких, церемониалов, обрядов тоже их не было. Это была семейная религия, которая была распространена в роде, то есть где жрецом был глава рода, где там какие-то их обряды совершались по необходимости. Урожая нет, пошли там задобрить Бога такого-то и так дальше. Поэтому эта более стройная, гармоничная религия, православие, она органически вытеснила язычество. Это надо понять. Поэтому мы, конечно, должны бесконечно благодарить Бога, бесконечно благодарить Торуна Апостола Великого Князя Владимира за ту огромную милость Божию, которую мы получили в крещении. Когда ветхий язычник, ветхий мрачный язычник умер, а воскрес уже совершенно обновленный православный христианин Киевской Руси. Спасибо, Господи, и братья и сестры. С праздником вас поздравляю.